здравствуйте 7 7 7 июня 2016 года канала артподготовка программ плохие новости я вячеслав мальц со мной в студии валерий у нас прямой эфир вещаем мы не из саратова и не из волги но с россией до до новой исторической эпохи осталось пятьсот пятнадцать дней в общем программу плохие новости мы вам показывали на сегодня самая плохая новость что мне 52 года когда тут вот мне торты всякие дарю спасибо да я сразу вспоминаю вешние воды тургенева когда помнишь там разговор между барышней который совратил кого юношу замужний и она спрашивает вам сколько лет 22 года она говорит и мне 22 самый лучший возраст если его удвоите то то будет 44 а я подумал след мой возраст 52 удвоить получается 104 года наверно королева мать не дожила до этого погуглить я не помню дожила нет но четко в это возраст днем рождения спасибо спасибо вот мы хотя в отъезде находимся на решили выйти чтобы как-то в этот день принципе роли может меня на плохо слышно но я буду говорить погромче нет меня плохо с тебя хорошо слышно я сам слушаю сейчас ты слушаешь меня сам и говоришь что хорошо а ну ладно звук пишут все нормальный звук ну как по мне не знаю может не скатиться нить или слава шепчешь ну чё ж так вот микрофон как элвис пресс-лис микрофон или как ты усилишь его будет будет здорово так вот делайте погромче все тебя поздравляют спасибо ты тогда будем отвечать на вопросы ты смотри тогда вопросы значит вот самый лучший знаешь какое было поздравление самое лучшее я открыл что-то влазил в гугле случайно натолкнулся сам на себя смотрю что-то как-то там странненько все и увидел что нужно одну тоже видел вчера да что нужно заплатить 155 рублей чтобы узнать что предсказал мальцев и мне предложили заплатить 150 рублей 155 рублей чтобы я узнал что я предсказал я был потрясен но я подумал что это вот уже хорошо да то есть если люди если на этом зарабатывают деньги то это значит уже какой-то такой но это уже товар то есть у меня больше всего умилил что мне предложили самому за себя заплатить слова похоже микрофон фонит ничего не фонит я слушаю прямо сейчас ну ладно хорошо а пишет некоторые фон идет другие пишут нормально слышно ну ладно так вот у нас сейчас еще тут люди пишут вот брат мне рассказал историю ну надо что фотографию скинул вот мы называли помнишь ямы вход в нарнию но имея ввиду что там в фильме вход в нарнию это шкаф помнишь так вот на улице пономарёва в саратове поступили еще лучше то есть там провалился грунт и огромный ям который может попасть машину вот чтобы машина туда не попал туда поставили шкаф ну чтобы это уж точно был вход в нарнию представлять чтобы не перепутать чтобы никак не перепутать очень забавные такие вещи вытворяют люди но и интересно тоже подарок ментруд такой делал сделал опубликовал на семнадцатый год выходные дни и вот самое интересное что 5 ноября то воскресенье ну то есть в любом случае был выходной и какой смысл его включать было в этот список но они включили 5 ноября в праздничные выходные так и далее то есть вот на всякий случай этот список хотя понятно что каждое воскресенье это выходной день но они чтоб точно да они включили таким образом мусульмане всего мира сегодня вступает по столу стучишь опять скажут что микрофон до вступает месяц поста рамадан да у сульман в общем священный месяц начинается так что с этим поздравляют не поздравляют я не знаю но как бы это один из пяти столпов ислама в общем то такая серьезная сказать ну православных семь недель поздно мусульман месяц несколько разные посты вот я кстати не пробовал на попробовать как вот целый день не есть не пить воды до вечера на лет сложновато как-то когда православных пост лучше там можно я практически ничего не ем но зато я я могу сколько угодно пить это доставляет некое удовольствие а вот не пить я не пробовал даже в один день вина можно пить так что православных достаточно в этом плане нормально правозащитники осудили приговор сторонником исламской партии таджикистана видишь очень спорно что это во первых исламская партия какая-то просто рахмон устраняет всех своих оппонентов ну что можно сказать вот меня по этому поводу спросили очень многие прислали свои комментарии такие жесткие достаточно отношения рахмона зачем можно сказать что после 5 11 конечно власть рахмона рухнет ему карачун придет представь себе что будет даже если предположим там вот путинские сейчас поддерживают а мы не будем его поддерживать но даже не это главное главное здесь сидит какой-то главный таджик который так лоялен к рахмону потому что там путин крышует этого главного таджика здесь огромное количество людей находится они будут здесь находиться когда 5 11 случится навряд ли они туда стартанут вместе с главным таджиком потому что мы здесь уже ловить будет нечего и что захочет главный таджик ну конечно захочет это место в любом случае то есть даже вот без всяких исламистов с поддержкой или без поддержки то есть внутренние такие будут противоречия что не усидит этот товарищ это однозначно в екатеринбурге смешались землей две тонны свежих яблок из-за противоречивой документации но продолжается эта же ситуация то есть уничтожает еду потому что не нравятся бумажки учил людей в башке и мне нравится бумажка еда нравится бумажка не нравится но и уничтожает бумажка не то по их логике они могут дать и того что будут уничтожать людей потому что и мне нравится бумажка в россии голодных полно во всем мире 800 миллионов человек голодает 800 миллионов они уничтожают еду это преступление против человечности знает надо но я не буду говорить что делать мы все понимаем что делать то есть то же самое что сделать с нацистскими преступниками когда как правиль в печке до као после повешивания на самом деле это же ужас то есть тут они не нашли отзыва в душах наших людей когда стали уничтожать еду они думали что что начнут все в ладоши аплодируют ученик головах у этих путинских они придумывают какую-то вещь и и думают что сейчас тут все бросятся поддерживать нет никто не бросился поддерживать тогда они все и спустили на тормозах но в отдельных регионах еще масса придурок после жесткой посадки греческого самолета в шереметьев закрыта одна взлетно-посадочная полоса ну вроде бы ничего страшного там два колеса лопнуло в общем все как как всегда да ну странно то что некоторые сми говорят что это а 319 другие что это боинг 737 одни говорят что это греческая авиакомпания и эллин айр другие говорят что это вообще оренбургские авиалинии и так далее то есть началось то о чем мы говорили связаны именно с авиацией то есть и в дальнейшем мы будем видеть что будут забрасываться вот такие фейки разные для того чтобы разбавить ну когда у какой-то авиакомпании очень много косяков да а эти косяки как они обнаруживаются ну при помощи google да то есть включил поисковика вот они все и приставь если ну равновешивать эти косяки ну допустим определенных самолетов я верю боинг 737 еще какими-то косяками там а 19 319 320 ну вроде как как-то одно и то же непонятно этот или нет одна или авиалинии тоже косяки можно уравновешивать то есть такие фейковые технологии уже работают я думаю что они работают уже автоматически потому что это много мы видим таких сообщений во внуково сняли с рейса любительницу фруктов с ножом вот тоже представляешь это очень похоже на фильм аэроплан помнишь абрахам сайцукеров фильм был когда там бабушка идет а идет начале террорист такой-то не там базука какие-то автоматы пулеметы прошел ну потому что рамками не по какой-то причине из-за пили кого проходит а следом идет такая старуха там с ходунками в очечках у них все это естественно звенит и это раком ставит начинает проверять и так далее вот это один в один едет тетку с пирочным ножом яблоко режет ее высаживают потому что она вдруг она с этим ножом нападет там всех изрежет вообще такая чушь тут самолет взрывается как нифига делать что называется очень тихо говорю будем говорить громче я говорю как элвис пресли бы вот так ну ладно ну ладно вот так вот как в оренбурге объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за взрыва газа ну та же самая практически и так сказать ежемесячный даже я бы сказал два раза в месяц такая ситуация где-то взрывается дом от газа после этого объявляют чрезвычайную ситуацию хотя уже все взорвалось что ее объявлять ну взорвался дом за счет они знают чем мы не знаем и сразу начинают давать квартиры почему-то то есть они не по закону это не обязаны делать никак не обязаны они так пугаются чтобы никто дальше не начал что-то раскапывать вот вопрос почему взрывать давление они путают вероятно ну а как иначе объяснишь то есть вероятно скорее всего там стопроцентная их вина путают давление как они это умудряются на я помню первый раз это в россии произошло как раз саратове это был 8 марта 85 года когда бомбанулся у нас дом на улице городской на не улице танкистов и слава богу там детский сад был выходной день на 8 марта детишек не было тогда много людей погибло и тогда в остальные дома не взорвались только потому что взорвался этот дом то есть у меня там жила учительница у нее брат погорел потому что подошел чертнул спичку открыл газ и там такое было давление что сразу пламя до потолка и в общем-то ожоги получил а напротив этого дома все люди там взрыв был страшный получили резанные раны стеклом ну много всего было это и тогда как-то взяли в общем-то ну так скажем сделали выводы и больше вот до конца советского период такого геморрой не было по и даже вот ельцинский период но сейчас путинский период опять то же самое начинаете не знаю почему я не 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 газовщик от не газа ну вот специалисты должны понимать как это происходит проконсультировать нас центре саратов автобус врезался в дом пострадали 8 человек это ставь микрофон театру это может классно что тролль ты я такой с микрофоном себя тоже чувство такой свой день рождения лвисом пресли себя чуть-чуть тут он песни песни пел криданс очень-очень мне хорошо было так попел песенки да вот сейчас с микрофоном так чё у нас еще автобус врезался в дом да вот только мы с тобой уехали из саратова и там сразу на улице московской недалеко от моего дома врезался автобус в это ну как недалеко но так в 7 минут ходьбы на вольской шарах ну 8 человек пострадали говорят в общем-то мы желаем им здоровья потому что у меня чат ушел куда-то ты скажи мне я здесь не знаю как это делать а вот ну как хитрости но в каждом компьютере своя хитрость так что будем рассчитывать что больше автобус не буду дома врезаться когда мы вернемся новосибирске задержали водителя сбившего мужчину с тремя детьми мне вот опять написали вячеслав вас нет в википедии не могли бы выложить если вы обратили внимание то в википедии есть так и мы сразу видно что человек нас недавно смотрит уже много лет это защищена статья защищена от от публикации то есть я не могу про себя ничего написать в википедии потому что какая-то сволочь защитила это вот мои имя фамилию и так далее то есть вот там защитил на я не буду вот причем мне говорят вот какой-нибудь когда вы придете к власти вы хоть какой-нибудь диктаторские законы изгория издадите такой вот страшный такой значит как вот убить дракона мы как раз цель смотрели убить дракон очень потрясает этот фильм просто потрясает да то есть такой вот казался тогда восемьдесят восьмом году это был гротеск а сейчас кажется обычно реалистичный фильм про путина так вот я обязательно должен буду пролоббировать закон о запрещении создание статьи про мальцева в википедии просто навсегда потому что брат так так было так должно оставаться навеки то есть никогда не должно статьи быть про мальцева в википедии это должно стать традицией только русской википедии причем ну конечно да в польской украинской там есть но в сибирске сдержали водителя сбившего мужчина с тремя детьми жуткая ситуация человек выбросила на тротуар сбил 58-летнего мужчину и троих детей до один ребенок мальчика в реанимации и я так понимаю что мужчину восемьдесят второго года задержан ранее он лишался прав и вот вопрос такой вопрос к медведеву ко всем вот этим придурком вывод когда лишаете кого-то прав когда вы там за пересечение этого этой полосы или там за пьянку за за все вы начали рассчитывать на то что не будет повторяться это будет повторяться и мы это видим что это не работает если вы хотите денег хотите просто отбирать людей ну да вы действуете правильно если вы хотите какую-то профилактику чтобы не было дорожных вот этих инцидентов сопряженных с человеческими жертвами вам по-другому над действовать я думаю вы и сами знаете вам надо не красть деньги а строить дороги отбойники делать такие которые не дадут машине возможность вылететь на тротуар и так далее но я понимаю что на это денег надо а деньги лучше украсть я в общем все понимаю и вот очень часто у нас было ни разу не ответили на это люди часто очень негативно ну может быть и про негативно относятся к тем кто вот вышел из машины после дтп особенно дтп с человеческими жертвами и не бросается потерпевшему не пытается оказать помощь там начинают снимать номера там еще какие-то вещи и в сети очень такие люди негодуют относительно этих людей говорят что они сволочи вот они там никого не любят и тогда на самом деле это не так вот представьте себе ситуацию конечно не дай бог если вы в такую попали вы что каждый день вы на войне быфта бывали вы бывали в его госпитале после того как завезли раненые вы не представляете даже как это выглядит поэтому когда человек видит что кто-то не оказывает помощь раненому он просто не был на месте того кто не оказал помощь потому что ну это очень небольшое количество людей способны себя взять в руки не испугаться и помочь раненым и это это плохо поэтому что мы должны делать мы должны обучать людей проводить для них тренинг чтобы каждый мог помочь другому вот что должны да это трудно да человеку некоторые вещи противные некоторые от вида крови падают в обморок но тем не менее мы все люди должны это уметь делать чтобы помочь ребенку помочь старику помочь там тому кто утонул или попал под машину огромное количество человеческих жизней можно спасти и это опять вопрос к этому же саму мендведиу почему вы это не делаете ну что проще то я понимаю проще отнять права по костам еще чуть но вот этот почему вы не делаете опять затраты на джи мизерные затраты дима мизерные водители гелендваген могут вновь арестовать за неуплату штрафа да вот гоняют все этих водителей которые это что-то микрофон выше мне вот ставит ура и водитель гелендвагена имеется ввиду что все тот же самый многострадальный этот лукойлевец вот и теперь по полной программе разбирать я понимаю что дали команду но самое главное не это самое главное что можно это вот к вопросу когда там определенные люди говорят да чё нам сделают там эти бодлаки эти ватники чё они нам сделать вот это вот комарилия который засел в элитных кабинетах в москве да и думать что им ничего не будет ребят вот посмотрите на этих лукойловцев они практически ничего не сделали они у кого ничего не украли я имею ввиду вот эти пацаны ну да там родители они никого не убили там ну да они почудили немножко посмотреть что с ними делают а почему делают там же команду дали не только поэтому а потому что очень хочется потому что можно присаживали можно рвите их на части и их рвут представлять что будут делать со всеми остальными вот в том числе с их родителями когда будет можно можете представить что будет вот эти ребята из элитных кабинетах они слабо это понимают и на сегодняшний день они должны понимать что вот они смотрят в камеру видят меня я их спасение я единственный кто может их спасти чтобы их народ не взял за одну ногу и за другую не разорвал на части просто чтобы они получили справедливый суд они суд линча вот единственный вот только сюда в ноги давайте кланяйтесь быть мальцев спаси нас никто вас не спасет ребят кроме мальцева разорвут вас на части поверьте мне свердловский облсуд отказался помещать автозащитника под домашний арест так ну видишь вот многие пишут про звук что-то не знаю может это какая-то странная проблема которая есть у некоторых а у других нет ну раз нам принесли подставку значит там тоже слушают и что-то там так да вот автозащитник представляешь в прошлом году ехал на своем мопеде выскочил на дорогу мент кинулся как панфиловец под танк ну это естественно упал получил повреждение телесное разбил свой мотороллер этот там или мопед ну и мент на третьи сутки совершенно естественным образом написал заявление что он его оскорблял и так далее возбудили дело то есть ну нормальному любому человеку картина абсолютно ясно я вполне допускаю что какие-то оскорбительные высказывания как какие бы я высказываю если я еду на мопед никого не трогаю ко мне с гранатой кидать человек под колеса я падаю разбиваюсь и потом он хочет чтобы я ему сказал там уважаемый там представитель власти а что вы хотели от меня узнать там узнать может быть права вам дать сейчас я тут вот соберусь немного свои телеса с дороги соберу и представляешь возбудили дело и требовали отправить этого человека под домашний арест какая прелесть просто павленский обвинил фсб в повреждении объекта культурного наследия да это вот как раз то о чем мы говорили ты знаешь сейчас выясняется странная вещь а вообще как говорится был ли мальчик дверь те же или не те же помощь мы как-то говорили про то что бросились как-то активно менять все эти двери окна там и так далее мы высказывали сомнения относительно того что это те самые двери которые являются частью памятника историк культурного наследия ну и там памятника архитектуры я уж не знаю к чему они там причисляют лубянку так вот я так понимаю что павленский раскопал что двери какие-то левые да и вот павленский обвинил фсб в повреждении объекта культурного наследия то что дверки там не те вообще молодец я говорю меня восхищать но ты знаешь я все-таки понял вот когда мы смотрели очередной раз убить дракона ты знаешь каждый раз я под другим углом смотрю я понял кто самый главный художник акционист все-таки в россии на сегодняшний день путь таких художников акционистов просто больше нет вот такие акции вытворять такие художества просто жесть какая-то и все так диву даются что что должно так сказать пробуждать в человеке искусство искусство что должно желание творить еще вот путин конечно пробуждать и посмотри там и орлуша и быков и и каких только шедевров нет мы тут творим и все и вот все его акции они целый народ сподвигают на то чтобы он что-то творил я понимаю что последний так сказать должна быть точка поставлена 5 11 17 но ее бы не было не будь такого художника акциониста как вова путин он нас двигает к этому мавзолей ленина закроет для посетителей в день россии ну вижу такие интересности в день россии ленина закрыли почему-то то есть он он должен отдельно как-то отдельно быть россия не да да сегодня там фотографии прислали да сейчас я посмотрю или чет я ее не вижу господи куда наделась нет этой фотографии ладно эта фотография по поводу того что пол москвы перекрыта сегодня значит из-за так из-за того что значит кто-то должен куда-то ехать да ну и вот женщина одна сказала значит нашим близким людям что матвиенко вероятнее куда-то едет вот по перекрыли там потому что она с работы выезжайте вот перекрывают для вали наши люди дают а мы думали что ленин встал вот интересно валю матвиенко ей то ей красными трусами надо махать было бы очень забавно такая тоже акция мальцев перепил нет я не пил я сегодня алкоголь не употреблял я выпил чай и съел кусочек торта и в общем-то чувствую себя великолепно просто я может быть несколько недоспал я спал три часа поэтому может быть как-то у меня легкое всегда настроение когда я алкоголь я даже чисто символически не употребляю как говорят не сделал привычкой и вот рпц нравится идея к префа переносе дня россии на день крещения представляю зюганов выступил с такой инициативой и я вот удивляюсь знаешь почему удивляюсь потому что зюганов всячески позиционирует к преф как марксистка ленинскую партию да и я как-то хотел геннадий андреевич напомнить что в 1909 году владимир ильич написал статью об отношении рабочей партии к религии и там сказано так в этой статье религии есть опиум народа это изречение маркса есть краеугольный камень всего мира созерцания марксизма в вопросе о религии все современные религии церкви все и всячески религиозные организации марксизм рассматривает рассматривает всегда как органы буржуазной реакции служащие защите эксплуатации и одурманивание рабочего класса ну у нее есть еще много на эту тему так скажем и статей и высказывания очень известных я рекомендую геннадия андреевичу в памяти их так сказать разбудить перечитать ленина да там сходить может в мувзолей не 12 может пораньше там 11 когда не будет закрыт или другой вариант отказаться от того что кпрф от марксистско-ленинская партия сказать ну да мы там партия ренегатов мелко буржуазны там служим путину для того чтобы у нее все было хорошо и чтобы у нас все был хорошо ну и тогда в общем то все ясно будет все будет все будет по-честному тогда российская компартия современного образы коммунизма да вот тут какой-то вадим соловьев секретарь партии рассказал что будут агитировать с плакатами видеороликами где ленин будет молодой такой молодой я сразу вспоминаю ты знаешь и вот там много всяких они будут там с гаджетами с разными ходить эти ленинцы ленинцы будут с айфонами в общем все ленин с айфоном сразу вспоминается анекдот времен борьбы спекуляции времена андропова да помнишь когда там такой момент был когда феликс подходит крупской на базаре гид крупа лысого с кроссовками замели вот ну или картаула там разные варианты а еще был такой вариант когда ленин выступает с броневика и кричит так в тройке одержка держит пальчики это уже анекдот и кричит завтра мы совершим октябрьскую эволюцию послезавтра мы сгромим монтанту там ну и так далее так далее так далее все он рассказывает что будет а сейчас дискотека вот это из этой же серии они вот очень анекдотично выглядит сразу вспоминается дружище христос из этого помнишь из догмы там новый образ христа дружище христос который там показывает а это новый образ ленина дружище ленин и сразу думается не этот ли ленин написал нам саратов телеграмму в восемнадцатом году двадцатого апреля и остеливать никого ни о чем не спешивая не допуская идиотской волокиты с коммунистическим приветом ваш ленин ну в общем-то имел право памятник ленину обезглавили и сбросили с постамента в москве все немного что-то у нас про ленина вещь ну я могу сказать вот памятник этот оказалось что он нигде ни у кого на балансе не стоит нисколько ничего не стоит это этот памятник то есть ну а соответственно значит и никаких не будет уголовных дел ну вот говорят что тут мы не похожи на украину видите как похожи я могу сказать надо не с мертвым володей бороться над живым над живо в володе с постамент скидываться скидывать потому что как помню что-то обдолбай хохотаев город потому что говорит он как тот володя в мавзолее не лежит сложа руки до загребает этими своими ручищами все что можно и нельзя поэтому чё с тем лежит тот лежит вот так и все ничего не трогает а это двумя руками работает ртом из жопы еще и вот я чё еще для себя видите такую ремарочку очень хорошую я думаю к сегодняшнему дню рождения салленин как чувствовал назвав свою революцию великой октябрьской наверное чтобы мы могли свою назвать великой ноябрьской ну да для этого же и вот оказался ленин не памятником тут все пишут он оказался нигде на балансе не стоит нет собственника то есть ничей мальчик каждый может его усыновить причем пишут что он из этого из меди сделал но я думаю навряд ли у нас бронзовый навряд ли конечно он бронзовый скорее всего суть потому как он раскололся он там из чугуна вылет или вообще может быть там гипсокрашенный дом а если из бронзы это интересно это интересно тогда чё таджики украли этого леонова поехали бы ленина это украли тем более он ничей им за это ничего не сделали я сразу вспоминаю как дома у меня когда я был участковым на окмолинском сгорел дом номер семь и ну двухэтажный дом представляешь сгорел все полно народу остались без жилья я пошел брать справку о стоимости и так далее то есть подготовил документы на возбуждение уголовного дела чтобы отдать следователю следователь возбудит я получаю справку что балансовая стоимость дома на равна нулю представляешь заявление вообще все отказываются писать дом сожгли пришли ночью двумя бутылками вещества упакованного в банке реахим подожгли лестницу люди прыгали с 2 этажа там жесть ну короче страшные зловещие преступление на крыше никто ничего никому не пишет нет преступления представляешь ущерба ни у кого нет ничего нет но в конце концов мне начальство все давай там это отказняк какой отказняк шутишь поджог такой угроза человеческим жизнему в конце концов я лично возбудил за причинение ущерба граждан при нанесшего значительный материальный ущерб очень имел плохой разговор я возбудил и передал последствия следователь занимается мне ты чё наделал надо был я гульни ребят я такие игры не играю вот так так и здесь то та же самая ситуация ничей мальчик там дом был ничей нацполиция выступила против гей парада в киеве ну как я говорю причем полицейские сказали что не будут гонять патриотов которые будут гонять геев ночью логично я думаю что в любой православной стране было бы точно так же и когда говорят что вот мы там разные да да никакие мы не разные абсолютно мы одинаково савченко выступил за прямые переговоры с днр и лнр ну не знаю насколько это поможет но не повредит точно раньше может быть и не имело смысла вести переговоры напрямую но сейчас сейчас может быть хотя помочь понимаем что за спиной днр и лнр стоит темный образ господина путина поэтому в любом случае это разговор с путин двое в комнате я и ленин с фотографии на белой стене вот так как так и здесь двое в этих переговорах савченко и путин но судя по всему он их последнее время сливать начинает ну сливать тонн сливает но они-то в любом случае будут ориентироваться на него в определенных вопросах а в определенных вопросах будут стоять насмерть потому что им куда спрыгивать даже если он сольет их они не сольются это особенность такая у них куда не сольются им некуда сливаться порошенко поручил выяснить причины трагедии на свалке подо львовом подо львовом на это мы не говорили такое событие произошло когда мусор разбирали обвал закопал четырех человек в общем-то порошенко сказал что надо убирать мусора не делать большую политику из этого ну большая политика и мусор на самом деле это одно и то же поэтому вот на не стоило так говорить но это его право но то что такие вещи происходят в основном в странах неблагополучных таких как россии украина и так далее ну это говорит само за себя вот такие вещи мог произойти в голландии там на помойке кого-нибудь привалит на нет ну или или крайне редко такой может нам случаться на украине хотят включать гимн страны на радио каждое утро и вечер когда они могут накормить хлебом кормят патриотизмом это классика да вот я когда-то так давненько сказал такие слова сейчас сам себя могу процитировать в россии тоже сам я вообще удивлен что на украине оказывается не включают каждое утро и вечер гимн тут в россии чего не включишь свободную радиостанцию там кто-то соловьем заливается причем есть такой стандартный там когда там какой-то государственный хор там это все поет какой-то там а есть когда каким-то какими дурацкими голосами распевают это там подражая американскому варианту да это тоже когда хлеб нет патриотизм появляется и тут соловьем прям заливаются славься странам и гордимся тобой же есть конечно ну вот теперь гордиться будут на украине начальник здесь гордились не пойми чем теперь будут когда гордиться на украине причем как не распила этот гимн все равно его почти никто не знает тут камикадзе не так давно ходил по улице к людям подходил с дал вам вопрос давайте споем гимн для детей никто не знает самые ватные патриоты просто не могут сказать мне стыдно признаться мне очень стыдно признаться но я знаю гимн представляешь какой ужас как не но это потому что я знал тот гимн советского союза причем всегда в армии заставлял петь начальника этот гимн по любому празднику по уставу положено и давайте споем гимн начальник сразу падал в обморок не вот и потом когда этот михалков его переначал я прочитал его один раз и в общем то запомнил а потом на каких-то еще бывал постоянно на каких-то официальных мероприятиях и слушал его и в результате вот я его запомнил и никак я не могу из себя это вытравить представляет какая какой ужас какая стыдоба помню гимн генпрокуратура российской федерации объяснила отказ выдавать януковича властям украины да генпрокуратура россии сказал что не вот там в связи с европейской конвенцией значит а выдачи не не могут отдать по результатам рассмотрения данные ходатайства было оставлено без исполнения на основании предусмотрим статей 3 эти европейской конвенции от вы а выдачи от 13 декабря 57 года и так далее то есть януковича преследуют как они заявляют по политическим соображениям да из-за его политических убеждений ну какие у януковича политические убеждения любит он золотые батоны это его политическое убеждение но нельзя же за такие политические убеждения выдавать людей ну шапки в мире любит снимать когда человек на очко садится разлю шапочку когда целое государство сел на очко он тоже раз так шапочку с этого государства и снял но этого политическое убеждение как можно человека взять и отдать того человек который камазами сюда возил деньги прятал его взять и отдать это же безумие какой-то просто какой-то юлиус фучек честное слово какой-то там я не знаю анжела дэвис практически а его отдать нет конечно бастрыкин наградил эту главу интерпола медалью скр обратите внимание тенденция такая интересная то есть вначале когда тут глава интерпола был действующим чиновником его награждали определенную содержимого чемодан с определенным содержимым да я точно знаю что это не сведения какие-то а совсем другие там мертвые американские президенты в основном изображены вот и джефферсон и чего этот господи забыл видишь на сотки кто изображал нет и мертвые президенты и этот господи который электричеством занимался электричеством молнию молнии лавния какой ты черт мальцев вещает из гондурас нет я из россии венчаю да так что конечно да франклин но не был президентом единственное кто там не был президент там все были президента франклин не был поэтому он на самый так сказать серьезного достоинства денежки и я говорю что его награждали чемоданчиками а сейчас он перестал быть должностным лицом стали давать медальки ему скажут ну нифига себе обнесли лучше чемоданчик чем медальку лучше маленький рубль чем большое спасибо приставы изъяли выплаченные ходорковскому по решению есть почти деньги да видишь вот как 10 тысяч евро заплатили ходорковскому по решению стразбургского суда и тут же это изъяли в погашении там всех его долгов якобы возникших непонятно перед кем ну там 17 с половиной миллиардов так что можно ходорковскому еще обращаться сразу такой взаимозачет вам стразбург эти сюда бы конечно там много веселого очень много такой театр абсурда посол германии не подтвердил что берлин признал россию угрозу но да получается как это в южном парке передумывать от канадской традиции мы ее бережем да так немцы правда как канадцы ведут на его мы передумали мы не признали но на самом деле конечно признают безусловно потому что но логика вообще логика момента заключается в том что идет уже холодная война вернее уже не холодный уже эти мировая идет но в рамках так сказать вот всего человечества она все-таки более холодная чем такая стреляющая да поэтому кто в этом в этой войне противник германии что в этой войне германии противник сша англии конечно нет артемий лебедев согласился сделать новый задник для мида да что только это захарова я не понравилось что лебедеву не понравилось это куда она делась вот вот захарова у нас такая вот лебедеву не понравилось вот это вот на заднем фоне нечто там какие-то печати гербы ну конечно жусь какая-то просто даже не будучи художником до буховер не будучи художником акционистом смотришь на эту ужас диву даешься и вот артемий значит лебедев решил решился сделать им задник вот этот и и захарова предложила сделать задник нот я только не знаю об одном и том же они с лебедевым разговаривают когда говорят задник захару и лебедев разговариваю про задник они об одном и том же говорят про разные вещи чечне на месте гибели псковских десантников установят поклонный крест да видишь крест деревянный установит ну что заслужили не может же в питере в самом деле в их честь называть да в мост питере есть в честь кого назвать а там крест крест деревянный чугунный назначен вам грядущей мгле да как в песне жуть вот это вот вот это надо каждому ватнику в его башку вот это вот кадыровский мост питере и деревянный крест десантников вот так каждый получил по заслугам перед россией каждый получил по заслугам перед россией в кавычках пушкин проехался зайцем в нижегородском метро я пушкин катался нижегородском метро в честь дня рождения пушкина то есть это был вчера 6 июня ну хорошо так вот идешь в метро 1 пушкин опять же с пушкиным на дружеской ноге до бывало спросишь ну как брат пушкин а он отвечает да так брат так как то все вот так вот на винт уж там встречи как брат пушкин да так брат так как то все группа оба впервые выступила на сцене после 30-летнего перерыва ну классно я послушал конечно нет многие вещи многие музыканты конечно через 30 лет не внушают да ну или так вот кроме сжалости ничего не внушать хотя несколько музыкантов я слушал довольно в таком почтенном возрасте находящийся они великолепно просто великолепно звезды так чтобы можно было оба послушать ну представляешь они отметили пятидесятилетие вот пятого числа оба отметила пятидесятилетие составу своего ну как это сказать основание группы на марсовом поле сторон оба дядя слава это ваша молодость ну вообще когда они появились там не было два года но тогда никто не знал оба впервые появилась это новогодний огонек 75-го года я себя не помню танцующая королева там было или это не я помню что это ну у нас все появляются новогодний огонек бонием тоже 75 оба на 74 ночью вот смотришь новогодний огонь все кто-то появился все появились но мы-то как-то тогда в основном послушали несколько другую музыку мы рок-музыку слушали очень любили в дзе пенди пеплых не показывали по телевизору назарет конечно юрахи и там свит и так далее вот сегодня кредоц полдня слушал не знаю почему так я помню мы маленький еще ну как маленький там я не знали по 12 нам был и мы поехали на рынок нашему товарищу что-то там купить а там мужик продавал пластинку кредонс и причем мужик я так понимаю что он купил то диск когда еще все нормально у него был в жизни а потом он видно забухал и и долго он таком состоянии находился и он продавал за небольшие деньги стоил диск конечно дороже но и это там где фил фонисты встречались обменивались и вот мы скинулись и мальчик от себе ничего не купил и мы тоже ничего никто мы все деньги которые у нас были собрали торговали с этим мужиком и одну на всех купили вот эту пластинку один диск а потом мы его конечно все там переписали миллион раз потом мы его обменяли у фил фонистов на чё-то другое это на чё-то другое так далее вот у нас а ну потом как-то у нас появлялись деньги закупали диски достаточно много я когда в армию уходил отдал очень много пластинок своим товарищам какой-то очень много queen я очень queen любил где пепл пинк флойд конечно очень любил на марсовом поле сторонник кадырова задержан за неповиновение полиции да представьте вот интересная ситуация все выступали против моста кадырова а какой-то сторонник кадырова залез на фонарь и там что-то скандировал с этого фонаря причем такая но ситуация была милая его не сшибли оттуда камнем припо что в общем само все было бы вполне объяснимо там как-то раз и все вот его полицейские оттуда снимали очень долго не хотел слазить а поэтому оказал неповиновение и теперь вот его там я не знаю присадят его за неповиновение на определенное количество суток или не присадят я думаю что кадыров младший должен ему туда в зиндан что-то послать какой-нибудь там пирог кулебяку с ливером например госдума расширил список преступлений подсудных присяжных ну вот рассказывает о том как молодец какой молодец путин он предложил чтобы по многим делам были присяжные знаешь в чем демон в чем дьявол в том что присяжных шесть человек всего то есть они это на самом деле сделаны не для того чтобы расширить а для того чтобы сократить им неважно они составы расширили зато количество присяжных они сократили для чего потому что никак они 12 ублюдков не могут найти вот по любому делу берешь нет 12 ублюдков у нас в стране ну да бывает 5 бывает 4 12 нет а здесь при 6 будет 4 5 ублюдков все отлично они у них любое дело прокатывает представляешь а нам рассказывает какой молодец какой демократ этот вова блин интересная ситуация сначала был демократом и отменил суд присяжных потом стал националистом и снова ввел ну да ну это игра игра в присяжных конечно это вот восемьдесят четвертый год орвелла да вот мы говорим и убить драконы 84 год они как реализм сейчас рассматриваются да там сократить норму выдачи шоколада до 25 грамм с 30 до 25 грамм а как там и как в увеличить до 25 грамм сколько был никто не знаю что не помнит а увеличить норму так и здесь понимаешь не сократить число присяжных а увеличить количество составов вот представляешь 84 год в чистом виде просто там сидит кто я не знаю и прям по книге все делают берет министерство правды до министерство правды госдума приняла закон об унификации тарифов на принудительную эвакуацию и и и пост оплате да это вот тоже а из этой же серии то есть они сейчас понимают что с точки зрения закон я прихожу забираю машину и все идут нафиг и потом я из меня деньги они никаких не получат так вот они теперь придумывают урегулировать это по просьбам трудящихся чтобы уж точно с меня могли получить и потом за мной коллекторы бегали кто угодно но побегу тем побегаю почта россии возместила жителю москвы стоимость раритетные пластинки которые почтальон сломал пополам до вишну почта сейчас банк тут она вот уже сколько на отделение 50 открыла да будет там сколько-то тысяч отделений ну чё им эти пластинки сломал почтальон взял сложил двое пластинку мужику мужик обратился с претензией отдали ему за эту пластинку 60 евро все довольны почтальон якобы уволили ну для почты сейчас основное конечно будет бизнес основной другой это банк почта банк представляешь то есть пенсионеры получают деньги по почте переводы почтовые все это будет находиться в этом банке и чем дольше они это продержат тем больше они на этом заработают денег ты можешь себе представить сколько ты будешь получать почтовый перевод через такую почту банк ты умрешь вообще желание как то письмо 40 лет доходы российской федерации от экспорта газа упали в январе апреля на 30 процентов от нефти больше слава ты не в плену ну плену так не веселяться как как мы сейчас конечно да да ну это вот к вопросу тому который путин постоянно поднимает как как они будут там на нефти и газе денег зарабатывать вот в январе апреля на 30 процентов нефть сильнее там сколько сильнее фиг его знает на и наполовину я думаю может быть даже и более половины и вот дальше будет хуже от лучше ты не становится как говорят друзья алкоголики лучше уже было вова лучше уже было ты пойми все каранты давай паку чемоданы вова володь ну ну не жди до 5 11 ну чё ты владимир путин заявил что москва не отказывалась ни от южного потока не от турецкого потока но ждет ясные позиции еврокомиссии по этим вопросам в есть хорошее слово забудь и южный поток и турецкий этот поток и все остальные потоки мы это говорили два года назад ровно два года назад к любого забудь он не хочет забыл забывать представляющий вот он упорствует своей ереси в связи с этим такого накосячил вот мне говорят вот чем ты лучше путин да я не лучше путина я другой вот представьте я два года назад понимаю что все каранты всем этим потоком вова не понимает до сих пор не хочет этого понимать ничего у человека в башке и это лидер страны вата ну посмотрите какой у вас лидер вы чё да и вот министр иностранных дел турции никак все не могу произнести его фамилию научиться да чего шаглу чего шаглу но это конечно кокетничаю что не могу могу но прочитать надо вот и он говорит что путину нужно принять решение там насчет турции терять такого партнера или нет он не понимает что путин как те канадцы он все время передумывает да он хотел там засос потом они сбили самолет он он сказал все никогда в жизни мы там к турции не подойдем и больше задом не повернемся потому что они нам вкрячут это в спину до спину а теперь опять поворачивается к ним задом да но но надо извиниться вы извинитесь тогда вот все будет нормально будет любовь на самом деле не факт что это он не передумает ну или как кальсонные гномы сначала надо договориться с турками потом будут деньги ну да посередине посередине он не знает эксперты рассказали когда россия может исчерпать резервный фонд ну не надо быть экспертом мы говорили про 5 11 17 почему мы собственные цифры и родилась в том числе из-за этого и причем это был много лет назад вот эксперты сейчас подтверждают что закончится в семнадцатом году причем эксперты но они как бы это правильно сказать они отдают себе отчет что в резервном фонде ну как и везде в россии половина шмурдяк какой то ну то есть там что ценные бумаги какие-то реальные что ли есть ну да там может быть какие то есть которые они продают но наверняка кто-то купил какое-то говно чтобы ну как бы на грош пятаков заработать который никуда и никому не продашь ну и иначе как это же все-таки россия и путинская россия поэтому может так оказаться что все ожидают что в семнадцатом закончится деньги они могут закончиться и раньше накануне накануне да россии продажи презервативов через аптеки с начала года упали на 20 процентов это вообще вот на самом деле вот такие цифры это караул понимаешь почему потому что цены такие что трахать не захочется трахаться понимаешь вот ну люди все-таки берегут свое здоровье да и если вдруг на 20 процентов падает то это не из-за того что там меньше пропаганда спида или чего не там просто людей денег нет ну представь в путинской эрефии средняя цена презервативов 10 долларов за 12 штук это хренеть если в голландии их раздают даром специально чтобы ну мы правда тоже единороссам даром раздавали там в саратове единороссам молодогвардейцам даром чтобы они таких дураков не рожали больше но я не об этом если во многих странах мира специально цена минимальная что ну чисто символическая чтобы не было проблем то здесь это бизнес и очень серьезный бизнес как один крензель мне рассказывал что в ларьке который у него был самый в начале 90-х самый большой доход приносили презервативы все остальное тогда куча презервативы разлетались просто нура реальная безработица в китае почти 13 процентов ну понятно что это с почти 100 миллионов человек можете представить 100 миллионов человек и вот когда начинают говорить о том что дать работу но вы возьмите человечеству 7 там с лишним миллиардов и просчитайте сколько безработных и получается такая цифра что никакой работы ты им не найдешь никогда в жизни нет такого количества работы на земле которые можно дать этим людям поэтому задача не дать работу а создать нормальные условия для этих людей чтобы они могли не работать да может быть это крабола но не все будут работать в будущем и общество развивается так что не все и должны работать мы говорили что работать будут единицы это заслуга будет очень большая остальные они должны хорошо жить без всякой работы ну кроме той интеллектуальной которые они выполняют как владимир ильич сегодня которому почему поминаем говорил про коммунистический труд да что это труд не за деньги не за чувство долга а из одного лишь желание трудиться вот как многие сейчас трудятся в интернете из одного лишь желание трудиться так и должен работать человек окормить его дал должно общество и и он должен все блага и лечить и воспитывать и все 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 должны делать производительность труда в сша продолжать снижаться но снижение производительность труда это прогноз общий и для всех стран и который еще в конце двадцатого века был сделан понятно что масса более приятных вещей чем махать кайлом да и и лопатой ну вот гораздо больше таких вещей стало с рождением информационного мира поэтому производительность труда пока не будет всеобщей роботизации она будет снижаться вот вы хоть убейтесь она все равно снизится вы хоть перенесите в самые отсталые страны захоти и имейте желание чтобы они там трудились нет там я не знаю по 16 часов все равно она будет низкая производительность труда и тенденция будет к снижению поэтому единственный выход роботизации единственный выход освободить людей от труда по крайней мере по производству материальных благ вот сейчас если в китае где такая безработица журналистов уж выгоняют потому что роботы лучше выполняют работу журналистов вот с того момента как робот написал там сочинение давно какое-то там какое он там место занял третье что там я уж не помню очень какой ну не первое но и не надо первое масса журналистов который вообще никакого 29 процентов не займет никакого места только я конечно согласен вот мне говорят что на кисель тв могут трудиться только люди да робот конечно такого не хотя алгоритмы можно придумать и такой убил и съел да там и и все чего хочешь да я не вот тоже вопрос задают а как будут поступать предприятия там с рабочими и так далее ну как будут поступать будут увольнять но расплачиваться акциями при роботизации ну поставили робот пробка работу рабочих уволит как с ним расплатиться чтобы выпивать этим двухнедельный там двухмесячной пособие да пошел ты нафиг с какой стать ну значит вот дайте им акции пусть они будут совладельцами этого предприятия это вполне честно разумно швеции через пять лет практически не будут использовать наличные да и тут когда меня ругают рассказывают что мальцев ничего не понимает когда я говорю что не будут наличных денег а вот в швеции сейчас знаешь сколько этот профессор тут арвицан такой шведский стокгольмского университета он замеры провел и понял что через пять лет не будет вообще просто некуда будет деть наличные деньги у тебя их нигде не возьмут потому что просто они нигде не будут нужны вот просто их некуда даже засунуть некуда место такого придумать нельзя будет куда засунуть засунуть наличные деньги сейчас уже практически нигде нет банкоматов платежи швеции наличными значит только в прошлом году пятнадцатом составили платежи наличными два процента два процента то есть в этом году будет меньше процента а ты же понимаешь что за гранью 1 процента то не имеет смысла считать все нет можно забыть причем говорят через пять лет надо забыть про наличку все в этом году уже шведы считать что забыли про наличку менее 1 процента платежей все ну и правильно что в литве заподозрили что на островецкой аэс произошел еще один инцидент да конечно я литовцам очень сочувствую 50 километров от вильнюса такая атомная станция которая видишь вот строится уже два две аварии произошло это при строительстве то есть над чем призадуматься я думаю что литовцы будут очень си еще более сильно негодовать хотя люди они конечно спокойные выдержаны но все-таки 50 километров от вильнюса это это плохо картина шишкина упала с молотка за 2 миллиона долларов ушла да какая разница упал ушла но ты знаешь на самом деле это великое сообщение такой подарок на день рождения знаешь сколько стоили картины шишкина поленова вообще русских художников там нас отбис ну я них не скажу что копейки но это сотни тысяч долларов это не миллионы и картина шишкина за 2 миллиона это вообще это супер то есть я понимаю там опять вот меня ругать начнут любители искусства потому что гитмальц ну все ты во всем хорош там туда-сюда ну ты не понимаешь ничего в современном искусстве ну да я говорю когда продают там пидорас на унитазе бэкона за 160 миллионов долларов да и я его вот в живую вижу да там пришел смотри бы блин я тогда смотрел и мне сказали что эта картина стоит 2 миллиона пидорас на унитазе 2 миллиона но это был там 98 год год часа 160 не часа три года назад продано за 160 вообще потрясен и и шишкин в то время там по по 150 тысяч долларов да и там я не знаю полену да вот тут левитана тут вот за 2 миллиона ну как ты лишь выравнивается ну все-таки уже другой порядок цифр спасли собаку по кличке пампкин да это вот хорошая новость мне очень нравится информационный мир мужичок сфотографировал вот такую несчастную собачку в техасе вот такая вот собачка вот кто-то ее забрал ветеринары и и лечили лечили потом оказалось что у нее щеночек у этой собачки есть они и счет их жгли электрошоком били вот через шесть недель вот такая вот собачка вполне милый конечно не не везде отросла но счастливая мама и вообще хочется чтобы вот на это как правильно жить ну правильно жить так чтобы наверное вот большему количеству было хорошо на земле собачек кошек людей я не знаю ну то есть кому кому то надо в этой жизни помогать всегда но если ты не сильно любишь людей ну помогать собачкам если там кошечкам если ты не сильно любишь собачек помогать людям у кого-то надо помогать нельзя так жить как многие сейчас не желаю вообще помогать никому или как вот там же у ленина написано про религию да но не там же это пятого года статья по поводу того что отдаются деньги какие-то на благотворительность и таким образом билет покупается в рай нет ребята не купите вы грабя россию устраивая здесь такой рок-н-ролл и отдавая копеечку на благотворительность как там вот этот виксельберг там и все остальные не купите вы билет в рай не бывает такого понимаете мир другой так он он сделан по-другому не так как вы решили что можно мне копеечку заплатить и все и вас там с караваями встречают там вас будут встречать с такими караваями такие вот дела вопросом тогда вопросом тогда да к вопросам как будете бороться с бюрократией бюрократия самая простая борьба с ней это открытый мир ну вот представьте себе если все документы которые печатаются в любом ведомстве они тут же даже в виде черновиков находят свое отражение в облаке который в которой может зайти любой человек если каждый может зайти посмотреть через веб-камеру где чем занимаются бюрократ то бюрократия автоматически исчезает ну как она будет работать бюрократия бюрократия там существует где человек желает как можно меньше трудиться да и забюрократить сам процесс чтобы вообще невозможно было ничего сделать и и докопаться все чисто формально исполнять свои обязанности когда мы видим мгновенно на экране все что он делает да и видим через веб-камеру через микрофон слышал чем там говорит кому все всякие бюрократические вещи будут сразу же наказываться причем наказываться самим населением вы же понимаете там сразу поднимаются крик истерика может быть когда-то и зря может быть когда-то мы перегнем палку и многие люди которые попадут в начале под раздачу они попадут ну это это будет результат детской болезни детской болезни информационного мира потом информационный мир вырастет станет более взрослым и этого не будет но кто-то в результате детской болезни пострадать но его же не к стенке поставить он не расстреляет ну да ну кого-то обидят сейчас вот сажают почем зря пачками там я не знаю что с людьми делают и они как-то сильно не обижаются на так он в этом в убить дракона жестоко но справедливо помнит по яйцам на жестоко но справедливо он же орден дал спрашивать снова снова про проект венера уже не первый раз мы как-то отдельно хотели поговорить об этом напомни давать потому что несколько проектов не только венера тому вот то что виталии творится и многие другие вещи вот они интересны как нужно об этом поговорить надо начинать с себя конечно начинать себя безусловно но но не только надо начинать с себя А когда говорят, что надо начинать с себя, это обычно говорят руководители. Такие, да, вот надо нам начинать с себя, имея в виду народ, сейчас народ начнет. Вовсе нет. Надо начинать с первых лиц. Конечно. Но для того, чтобы начать с первых лиц, надо вначале убрать этих, которые никогда с себя не начнут. Чтобы там появились другие, те, которые начнут, которые вынуждены. Вот они не будут хотеть. Вот вы представьте себе. Я куда-то приду, буду работать. Вы что думаете, мне будет приятно, что у меня камера висит, микрофон стоит? Конечно, нет. Но я уверяю, что я научусь работать. Что я заставлю себя работать в этих условиях. И заставлю всех работать в этих условиях. Потому что я буду в таких условиях, а не по-другому, чтобы пошли они нафиг. Я понимаю, что это неприятно. Но нам некуда деваться. Или тогда государство опять всех задавит. Нам нельзя давать дыхнуть государству. Нам надо держать его за яблочко. Чтобы оно чуть-чуть только вдыхало, чтобы не могло подохнуть. Ну и чтобы оно полноценно жить не могло. Это государство. Потому что как только оно чувствует хоть какую-то свободу, она начинает душить народ. Вот народ должен поэтому душить это государство. Спрашивают прогноз по Казахстану снова. Ну мы говорили про Казахстан. Вчера там все началось. Там все началось. Нужно ждать последствий того, что началось. Будем ждать действий Назарбаева. Самое дурацкое действие сейчас, что он начнет всех там собирать. Там я имею ввиду своих администраторов. Накачивать как бороться с экстремистами и так далее. Эти администраторы на местах начнут. Там Акимы бороться. Ну и так далее. То есть будет это все доведено до абсурда. В результате будет взрыв такой, что мам не горюй. У нас он не спрашивает, не консультируется. Так мы могли, конечно, проконсультировать. Как сделать, чтобы снять напряженность. То есть несколько моментов, которые можно было бы включить. Но сейчас, я честно скажу, уже поздняк метаться. То есть да, как-то можно там парни немножко спустить. Но уже раньше надо было делать. Раньше. Пишет, что у нас наличка 22% от денежной массы. А в развитых странах в среднем 7%. Я думаю, что у нас налички больше. Потому что у нас многие вещи абсолютно не учитываются. Вячеслав Эфир из квартиры Володина. Нет, ну мы что. Почему? Я думал, что в квартире Володина. Обстановка побогаче. Побогаче, да. Пишет, что у меня и сейчас налички нет. Вы не единственный такой. Так. Мать, будет ли обесцениваться рубль? Ну, безусловно, конечно, будет обесцениваться. А где вот хоть малейшее основание считать, что есть какая-то база, на которую он может опереться. Вот до этого он опирался на нефть, на газ. Ну, сегодня мы вам прочитали. И сами узнали, что на 30% газ, на больше, чем на 50% нефть свалились. Доходы. На что он будет опираться? Спрашивают, кто голосовал, пароли надо менять. Если вы используете один и тот же пароль для регистрации на навалне переменной, там, я не знаю, для почты или еще чего-то, то да, конечно, лучше поменять. Если у вас разные пароли, то нет. Володин проект Мальцева пишет. Да вы знаете, как бы и Володин, и Мальцев не были проектом Господа Бога. Вот странная на самом деле ситуация. Странная. Когда-нибудь мы поговорим об этом. Ведь мы же не только Володина и Мальцева видим сейчас в современной российской политике как очень серьезные точки напряжения. Да, вот мы видим еще, по крайней мере, одного человека, который из этой же компании, да, и все буквально антагонисты стали, да. Вроде как мы же с собой общались, стали антагонистами. Хорошо друг друга знают, знают, что можно друг от друга ожидать. И так затаились. Я наиболее разговорчивый из всех, поэтому посмотрим. Вячеслав, бываете ли вы в местах силы? Ну, смотря что имеется в виду, для каждого, так сказать, представителя разных конфессий, места силы разные. Ну, если с языческой точки зрения места силы, которые язычники считают, да, конечно. И даже очень часто, ну, чисто так вот, даже случайно, что, ну, не случайно, а по необходимости, потому что я не могу минуть эти места силы, потому что, ну, бывает там. Ну, для православного человека место силы – это храм, да, в храмах я тоже бываю, ну, и так далее. То есть, ну, есть природные какие-то места силы, по которым ты понимаешь, что это, вот оно, откуда прям энергия идет. Вот, кстати, такое место в Саратове – это Кумысная поляна, где, кстати, Радаев там домишко-то построил, да, вот место силы прям настоящее такое. Переименуем ли должность президента в верховный правитель России? Спрашивают, переименуем ли должность президента в верховный правитель России? А не должно быть никаких верховных правителей, нафиг они нужны? Лидеры, цари, верховный правитель, да не нужны никто. Зачем? Некоторое время может быть диктатор, прям так даже его назвать, тиран, диктатор, как угодно, чтобы все знали. Это сволочь, вот Слава Мальцев, диктатор, вот он будет сволочью там пять лет и уйдет потом нафиг пинком под зад, и все, и вы больше его не увидите никогда и не найдете. Будет там сидеть, что-нибудь писать, сделает грязную, чудовищную работу и свалит. Но все должны понимать, что это не благодетель. Ну да, ну это вот, это как хирург такой, вот он пришел там, разрезал, кровью пустил, пришил, что-то убрал там, что-то ампутировал. Ну да, ну с одной стороны, ну спасибо ему, но с другой стороны, вот как-то, как-то так. Как-то больно. Как-то больно, да. Поэтому не надо это. Мать, ты задолбал путинских в сатанисты записывать. Мы, конечно, жертвуем морали в пользу рациональности. Если выгодно, такой хуй ты никогда не творим, они просто скобляют. Нет, конечно, ну какие путинцы сатанисты? Ну большинство дураки кончены. А вы же знаете, у сатанистов главным грехом является глупость. Вот Радаев точно не сатанист. Они бы его не взяли даже к себе, сказали, ты кто? Радаев, пошел ты, иди канат перетягивай. Какие? Может какой-то ритуал. Есть отдельные, конечно, сатанисты. И мы их знаем, кстати, неплохо. А так-то, ну, согласен. С вами согласен. Будет ли война с Китаем? Война с Китаем, это надо спрашивать у китайцев. Если вы Джимин Джибао прочитаете, то они ее назначили на 55-й год нынешнего столетия. Ну, то есть, осталось совсем немного. Ну, то есть, они к ней готовятся. Мы ее не хотим, но нам придется к ней готовиться, если они к ней готовятся. Ну, правильно же? То есть, странная ситуация. Путин готовится дружить с Китаем, а Китай готовится воевать с Россией. Вот что у человека в башке? Золотой ли унитаз у Путина? Не знаю, я как-то к Путину в унитаз не ходил, не заглядывал. Ты не зацикливайся на Радаеве-то. Нет, ну, это как пример особый, так сказать, особого интеллекта, одаренности особой. Будет ли РЭФ выплачивать репарации? Смотря за что. И смотря ко мне. Будет ли централизована гражданская авиация и возрождено министерство гражданской авиации? Ну, министерство, безусловно, централизовывать гражданскую авиацию, я думаю, нет смысла. Наоборот, чем больше разных, тем лучше. То есть, частные структуры должны... Да, может быть, какое-то время аварийность, может быть, не понизится, а где-то даже повысится. Ну, что, ну, люди должны летать. Если они хотят летать, мы не можем им запретить летать. И там все это забюрократизировать. Вот ты сделал из бензопилы самолет и не можешь лететь. Да лети ты, Господи! Ну, что и кару крылья отрезать? Ну, да, кто-то может навернуться. Да. Но мы имеем право... Вот представь, вот Леонталь там вышел бы вот со своими этими крыльями. И мы ему сказали, слышь, вот ты не можешь на этой штуке летать. Мы тут вот в этой германской земле, где он там разбился-то, на Рейне. Мы тут вот собрались, этот Ланстаг наш местный, да, и решили, что ты вот Леонталь не можешь летать. Ты что, он бы сказал, ребята, идите нахер. Или там братья Райт, или кто-то. Ну, кто-то делает из бензопилы что-то, пусть летит. Ну, это его право. Экскурсии к Путину будут платные. Хорошая мысль, кстати. Поправить бюджет очень неплохая такая. Мальцы, вы смотрели сериал «Слуга народа», если нет, обязательно посмотрите. Не, не смотрел даже. Я как-то сериал не смотрю, у меня на это время нет. Вы сказали, что 5-го, 11-го, после 5-го, 11-го отделите Кавказ. Что будет с русскими, которые на тот момент останутся там? Ну, во-первых, мы не говорили, что отделим. Мы говорим, что Кавказ должен быть свободным от России, а Россия от Кавказа. Кроме всего прочего, вы посмотрите, какое количество русских проживает там. Это единицы. Ну, у нас есть возможность этим единицам помочь и предоставить им любое жилье в любом месте в России, любую работу, любую поддержку. Ну, такое незначительное количество людей. Здесь гораздо больше у нас убежит в разные стороны всяких клоунов, да, побросав и квартиры, и дома, и дворцы, и все, что хочешь. Слава, как ты относишься к снам? Очень трепетно я отношусь к снам, очень трепетно, потому что они у меня часто сбываются, часто я вижу во сне то, что потом случается в будущем, поэтому очень трепетно отношусь. И у меня даже есть методы, как сделать, если что-то плохое приснилось, как сделать, чтобы это не сбылось. Как, на ваш взгляд, возможно ли финансирование террористов по всему миру путинским режимом для достижения высоких цен на нефть? Да нет, они не настолько вот, как бы, не такие сатанисты, как тут написали. Конечно, во-первых, они, те денежки, которые на что-то выделяют, они все разворовываются, Вова это прекрасно знает. Вот представьте, Вова через свою эту гбуху, через своего этого, Фродкова там, внешняя разведка, придумал бы систему передачи денег на финансирование ИГИЛ. Как ты думаешь, куда бы эти деньги ушли? На виланчели, конечно, только не путинские, а фродковские виланчели и каких других. Вова уже это прекрасно понимает, он патологически жаден. Поэтому понимает, что если украдет не он, значит, украдут другие. И он, а зачем это ему нужно? Взлом сайта Парнаса показал, что электронные деньги – это ненадежный инструмент, лишающий права на частную жизнь. В доле секунды можно стать никем, потеряв все. А как ты можешь? Электронные деньги потерять нельзя, представляете? Это можно потерять какие-то криптовалюты или еще что. А электронные деньги никак, потому что их нет, их нельзя украсть. Да, их можно куда-то перевезти, а не тут же вернуться назад, если вдруг был какой-то платеж, произведен неправильно. Никак, ничего. Потому что что можно на эти деньги купить? То есть куда их можно деть? Их нельзя перевезти, электронные деньги в бумажные. То есть у людей представление старое, они думают, вот когда есть электронные деньги, есть некие другие еще бумажные, что можно взять и что-то на эти деньги какие-то бумажки рисовать по карманам и побежать прятаться в Бразилию. Не получится, ребят. Никак не получится. С электронными деньгами вот такая штука не проходит. И через сто лет будет видно. Вся эта картина будет видна и через сто лет. Потому что это бухгалтеру трудно сработать, там что-то найти, там ревизору трудно, и то нетрудно. А машина это через секунду все вернет на круги свои. Ну что, все, будем заканчивать? Да, время подходит. Сделаете ли Саратов столицей? Слава матову ругаются, танисты это сокровенные слова. А я слышал много раз, что говорили наоборот, что матом как бы отгоняют, черта отгоняют. Ну, в России всегда же так принято, что матерные слова отгоняют черта. Поэтому Саратов столица. Ну, и Таяцкого делал Саратов столица по Волжье. А мы называли Саратов столица попозже. Помнишь такое выражение было? Тогда было интересно в Испании при въезде в Аликанте внизу было написано Аликанте столица по Волжье. Там Аликанте по Латинице, а внизу столица по Волжье. Ну, потому что много там наших людей проживало. Поэтому нет, конечно, Саратов ни в коей мере не может быть столицей России и не должен быть. И нафига это нужно? Столицу очень было бы, конечно, хорошо где-то построить отдельно. Это был бы самым лучшим вариантом. На пустом месте с огромными дорогами там шириной по 200 метров. Ну, чтобы не было скучности. Вот для этих целей вполне могли бы подойти там, я не знаю, какие-то степи там заволжские, не обязательно в Саратове, в Самаре и где угодно. Но это уже как бы дело отдаленного будущего. Стрелкову нужно валить уже вчера. А зачем Стрелкову валить-то? Ну, вы что? Не нужно валить Стрелкову. Стрелков еще будет очень хорошую службу сыграть, нам сослужит, когда будем разбираться с Вовой в жесткой форме. Так что Стрелков очень в данном случае будет положительную роль сыграть. И вполне допускаю, что отмолят свои те грехи. И я думаю, что многие еще его простят. если он правильно поступит, если он здесь правильно выберет, так сказать, правильную сторону. Ну, мы же понимаем, что Путин он в любом случае не выберет. Он его уже однажды выбрал. И вот результат. Представляешь, как он себя проклинает, сам Стрелков? Он может себе что угодно говорить, что он там за Нарворосию, за то, сё. Но каждый раз, когда он эту речь внутри себя заканчивает, и говорит, какой же я, что связался с этим Вовой. Вот, что он каждый раз себе говорит. Каждый раз. Поэтому мы говорим, милости просим. Вот связаться можно с Вовой, но уже в другом качестве, так сказать, в роли оппонента. С удовольствием. Так. Спрашивают, где дадим гектар земли Путину и Медведеву. Можно на Марсе, конечно, туда. Маск отправляет, собирает с кого-то. Вот, Путин с Медведевым отправить на Марс. Ну, если водить к ним экскурсии, тогда на Антарктиду куда-нибудь. Нормально. Ну, ты зачем? Тут экскурсии очень далеко будет вообще. Ну, на Марс-то дальше. Ну, вот, Ванга писала про мавзолей, да, что там будет в этом. Будет находиться в мавзолее, и пить ему не будут давать, а будут только поливаться, и эти плевки будут его водой, там, и так далее. Там страшности какие-то. Я не могу без, вот, отвращения все это читать. Но это говорят предсказания Ванги, как раз вот по поводу того, что будет с Вовой. Я уж не знаю. не могу комментировать, потому что у меня волосы на голове дыбом стоят, когда я это читаю. Пишет, репарациям нет, пусть держится. Путин ограбит и Марс пишет. Ну, да, тут, ну, бывает. Столицу на Тотском полигоне. Ну, прикалываюсь, имею в виду применение ядерного оружия на Тотском полигоне. Ну, я, кстати, не думаю, что там хоть сейчас какие-то последствия радиации осталось. Слава, ты бородатая чудила. Очень хорошо. Очень весело в день рождения. Бородатая чудила. На самом деле, это, нужно понимать, что это не оскорбление. Это так. Вот, некоторые вещи, которые иногда тролли пишут, думая, там, как-то, приколоться или оскорбить даже. Они не понимают, что, ну, это поощрение такое, да, слава, бородатая чудила. Это классно. Так, где-нибудь обязательно в какой-нибудь книге посетителей, что-нибудь там в музее или где, написав там, что вот там что-то понравилось или не понравилось, я подпишу обязательно бородатая чудила. А может быть, и на букву М прям подпишу. Очень хорошее название. Поздравляю, Вячеслав, здоровья, всех благ. Спасибо, и вам не хворать. В общем-то, я думаю, что прорвемся вместе. Мальцев, Соловьев и Камикадзе сделали вам подарок. А какой подарок, я не знаю. Мы в дороге, мы ничего не знаем, потом узнаем. Что будет с вывезенными с Донбасса предприятиями? Ну, то, что увезли, вернее, вернее, конечно, вообще, без вопросов. Слава, будете сажать или расстреливать за советскую символику, спаси Бога. А чем кому-то советская символика не нравится? Пусть будет. Чем вот советская символика, что плохого она кому-то может сделать? Ну, есть там, висит там молоток с серпом, ну и пусть висит молоток с серпом. Что плохого в молотке с серпом в самом по себе? Когда это используют для того, чтобы сейчас всех закабалить, когда это дается вместо хлеба им такой вот псевдопатриотизм, ребят, ну, не можем вас ничем накормить, кроме вонючего патриотизма путинского, да, вот-вот хавайте вот это говно, понимаешь? Тогда, да, и тогда у них все. Я пример приводил, когда Путин и его Котла были авторами законопроекта о знамени Победы. Вы погуглите, посмотрите, это 2005, что ли, год, или 2004, когда предложили не использовать красные знамена вообще, а использовать только знамя Победы в виде полотна, на котором изображена белая звезда, такая американская, да, белого цвета звезда, все, больше ничего, красное полотно, путинский закон, погуглите, это не я придумал, я заставил Саратовскую областную думу проголосовать против этой фигни, чтобы ни в коем случае это не прошло в Госдуме и в нескольких регионах, только за счет регионов это не прошло, потому что разослали по регионам, там в каждом регионе по такому Мальцеву, ну или там, может быть, коммунисты еще выступали против, и смогли мы это все затормозить, а это Вова был инициатором вот этого говна, а теперь он самый главный патриот, их носится везде с красными знаменами, зачем? Ну потому что ему сейчас вот это выгодно, так что спасибо большое, что вы нас посмотрели, я рад, что у нас получился эфир, потому что ну как-то вот на совсем новой аппаратуре как-то мы да, вот пишет стяк Люцифера, да, вот тот красный с белой звездой это именно стяк Люцифера, почему мы и говорили, что это сатанисты только могут придумать, более того, это то самое знамя, которое присутствовало на мачте различных пиратов, которые так сказать, входили в орден Красного Дракона, то есть, станистская белая пятиконечная звезда в особом, боком так, она не двумя рогами и вверх, а как-то вот так, чуть-чуть боком, и значит и красное полотнище, это вот как раз их был такой пиратов, верно вы подметили, то есть, люди грамотные, спасибо большое, что вы нас смотрите, завтра мы постараемся, хотя мы в дороге, продолжить эфир, и в общем-то подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш запасной канал, на нашу страницу ВКонтакте, все ссылки в описании, всем спасибо, спасибо большое, до свидания, до свидания,